Представление нового генерального прокурора, назначение повторных выборов губернатора Приморья, бюджет на 2018-2020 годы и проект закона о детях войны в Приморском крае. Повестка внеочередного заседания краевого парламента небольшая, но емкая. В конце заседания Олег Николаевич выступил перед депутатами и сказал о том, что он внес в законательное собрание проект закона, предполагающий изменение системы выборов в органы местного самоуправления, которое предполагает возвращение прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов. Повторные выборы губернатора пройдут в крае 16 декабря. Большинство депутатов поддержали назначение этой даты. Кроме того, в соответствии с принятым депутатами постановлением законодательного собрания, сроки избирательных действий будут сокращены на одну треть. Кроме того, законодательное собрание Приморья согласовало кандидатуру государственного советника юстиции 2-го класса генерал-лейтенанта Николая Пилипчука на пост прокурора региона. Ранее аналогичную должность он занимал в республике Саха и Амурской области. Депутаты законодательного собрания Приморья приняли в первом чтении важный закон о детях войны в Приморском крае. Законопроект, внесенный в Рио губернатора Приморья, относит к детям войны граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающих и получающих пенсию на территории Приморского края. Документ предусматривает для данной категории ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей и первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющий услуги в стационарной форме. Вообще, где я работал, мы всегда начинали с этого закона, потому что уважение к старшим – это непреложное правило и для нас, и для молодежи. Отдавая дань уважения к старшим, к нашему прошлому, мы таким образом формируем повестку будущего. Это целостность государства, целостность тех устоев, которые в нас заложили наши отцы и деды. В Приморье проживает более 100 тысяч человек, которые родились в этот период. Бюджет края готов к первым выплатам детям войны. По словам в Рио губернатора Олега Кожемяка, закон о детях войны будет совершенствоваться и с каждым годом обеспечивать новые льготы и права. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Препутатам и представителям.